Всем привет! Меня зовут Ваня, мой ник иллюзив. Да, так, наверное, сделали те, кто попадался со мной за столом. И это мой отзыв о прохождении обучения на сайте PokerAbility. С чего хотелось бы начать? Это если вдруг будут смотреть это видео люди, которые сомневаются, думают, что Петя говорит, что бьют по два лимита, зарабатывают 6 тысяч долларов за курс. Как-то, не знаю, никто не сливает, что ли. Ребята, это видео для вас тогда. Ну, собственно, с чего хотелось бы начать, это соотношение к вам на этом курсе. Потому что у меня начались, например, сложности еще, когда я пришел, ну, я не знаю, на какое-то стримное, на Кпете, и он там давал ссылку, где можно было оставить заявку на участие. Я отправил заявку, и никто мне не написал. Через неделю я еще раз отправил заявку, опять мне никто не написал. И я думаю, блин, ну, обидненько. Хотелось бы вообще, наверное, попасть. И я написал Пете ВКонтакте в личку. На следующий день он мне отписался. Говорит, извини, баг пофиксили, тебе напишут. Вот, ну, и действительно, мне написали. Вот, то есть, ну, как бы, всегда приятно получать фидбэк. Ну, в этом плане все очень хорошо. Также в процессе обучения есть кураторы, которые, если что, будут отвечать на ваши даже самые тупые и, не знаю, примитивные вопросы. Вот, так что спасибо Игорю и Наде. Вот, также, когда, если, я не знаю, если у вас не получается, когда там ты идешь на форум, пишешь, о, я слил, слил 7 боинов, блин, тильт, все такое. Вот, вас там тоже поддержат, поддержат, не знаю, что-то подскажут. Вот, ну, то есть, ну, большое спасибо ребятам в этом плане. Все, я не знаю, на 10 из 10, скажем так. Вот, если говорить о самом обучении, тут, наверное, стоит сделать оговорку, что я, когда пришел на курс, я знал только название комбинаций и название улиц. Я, когда начал читать, там что-то котов, УТГ, я думаю, блин, что это вообще такое? Я вам в филайве или что это вы мне рассказываете здесь? Вот, ну, собственно, потом пришлось все это усвоить. Вот, по поводу обучения. Тренировки, которые были в субботу, ну, прям очень много информации. Вот, для меня, как для новичка, это было, ну, скажем так, запомнить это одно дело, как бы все это осознать. Было достаточно тяжело. Вот, и тут, как бы, ну, лично мне приходили на помощь тренировки, которые были в течение недели. Там в среду и в пятницу, по-моему, они были. Вот, Анатолий их вел. Ну, я не знаю, прям, я аж фанат, скажем так, его как тренера, потому что он все очень понятно рассказывает, все объясняет. Вот, жаль, конечно, у меня из-за моего деревянного компании получилось записать видео, потому что там или ужасное качество, или лагало все. Вот, но действительно, когда смотришь, какие-то вещи, которые, как бы, на теории ты, да, прочитал, вот, ну, когда ты видишь это все на практике, ну, становится более понятно. Вот, ну, в общем, за тренировки тоже хотелось бы сказать спасибо, потому что все классно. Ну, и, как бы, я для себя отметил такие три момента, что первое, это вы получаете информацию, то есть, как бы, достаточно прийти и послушать. Второе, это нужно все выучить. То есть, это, как бы, префлоп-модель, это какие-то, там, упрощающие правила, ну, и так далее. Там достаточно много всяких моментов. Вот, но то, с чем у меня были большие сложности, это с тем, чтобы использовать это все во время сессии. Вот, то есть, допустим, я, когда сажусь за разбор, раздача, я понимаю, что, ага, тут такой спектр, там, я флоп-зиле построил, все классно, но, когда я сижу за столом, я думаю, блин, 29, 13, 15, вообще, ну, как бы, все эти цифры, они у меня не превращались в спектры, и, ну, было достаточно тяжело. Вот, ну, то есть, и были другие моменты, как бы, я не следовал префлоп-модели, вот, но это, скорее всего, мой, скажем так, мое фишное мышление, которое было до начала обучения, оно мне, как бы, мешало. Если я раньше мог зайти на флоп спокойно с каким-нибудь, там, я не знаю, Дама-3 оффсьют, вот, то сейчас, естественно, я такого не делаю, но какого-нибудь там Король-10 выкинуть из УТГ, ну, блин, ну как, это ж, бля, дверь, как я это сделаю? Вот, ну, и, естественно, это дало, скажем так, свои результаты, к сожалению, негативные, вот. Вот, ну, и еще касательно обучения, хочется сказать, что нужно тратить действительно очень много времени. У меня получилось, что я откатал за последние три недели 100 часов, ну, именно на сессии у меня ушло, игровые, и, наверное, часов 20 на теорию, но сейчас я понимаю, что нужно было сделать где-то 50 на 50, вот. Ну, и, собственно, мои результаты. Что тут сказать? Где-то, я не знаю, в начале обучения мне написал Игорь и говорит, мол, готов побороться за 200 баксов? Я думаю, ух, конечно, готов. Я, правда, уже вот три дня потерял, но ничего, сейчас все будет. Вот, и я аж сел играть, естественно, так как я играл раньше, даже выиграл один баин, вот, и я думаю, ух, нормально, так будет каждый день, и все будет отлично. Вот, на следующий день я заливаю 5 долларов, потом я заливаю еще на следующий день 6 долларов, я думаю, подожду-ка я, наверное, префлоп-модель. Вот, и несколько дней я не играл, потом я получил префлоп-модель, естественно, я ей полностью не следовал, и если я, допустим, выучил какие-то опенрейсы, то 3 беты, 4 беты и так далее, как бы с этим до сих пор большие сложности. Вот. Ну и, собственно, шло у меня в минус-минус-минус, в какой-то момент у меня осталось, я задепозитил 60 баксов, у меня осталось около 15 баксов, и у меня прошел такой абстрик, я думаю, ух, наконец-то, сейчас все будет, и, по-моему, ну, я почти вышел в ноль, у меня было, по-моему, 50 с чем-то долларов, и потом за 4 дня я все слил в ноль. Вот. Собственно, там и мне не доезжало, и оппонентам доезжало, ну, по большей части это, как бы, наверное, мои тупые действия. Вот. Ну и, собственно, как бы я услышал две таких, не знаю, истины, наверное, которые говорят, что низкие лимиты бьются кнопкой фолт, и что кнопку всегда нажимаешь ты сам. То есть доехала, не доехала, это все, конечно, понятно, но, как бы, никто за тебя не садится играть. Так что тут, естественно, абсолютно мой косяк во всем этом. Вот. Ну и, собственно, я думаю, ну, ладно, у меня появилась возможность там отыграть дополнительный бонус. Я задепозитил еще 50 баксов на восьмерки. Вот. И, опять же, это было, сколько, три дня назад. Я думаю, ну, будет классно, если я все-таки доберусь до НЛ-5, тут 25 баксов надо набить за, там, три дня. И будет хоть что-то рассказать. И в первый день все шло действительно неплохо. Я выиграл около 12 баксов. Вот. На следующий день думаю, ну, нормально. Вот. Сегодня-завтра все будет. Вот. И я сажусь. А, да, и я аж подумал, что, ну, слабые оппоненты, наверное, я смогу расширить спектр оппон-рейзов, там, три бетов, где-то процентов на 5-10. И, в общем, я сажусь и сливаю 17 баксов. Эксперимент, очевидно, неудачный. Вот. После этого я пошел, погулял часика-два и думаю, так, ладно, буду играть сейчас в префлоп-модели, буду следовать всем правилам и я сажусь, начинаю играть, что-то опять не идет, то я что-то делаю не так, где-то не доезжает и я сливаю еще там где-то 16 баксов и за день у меня получается минус 35. И, в общем, я вышел и думаю, блин, надо с этим что-то делать. Вот. Потому что, ну, как бы, это никуда не годится постоянно так играть в минус. Вот. Ну, и как бы я принял такое решение, что я себе даю полтора месяца на то, чтобы побить этот все-таки, ну, добраться до NL5. Вот. И эту неделю я, наверное, не буду вообще катать. Я думаю, что я постараюсь полностью выучить префлоп-модель, то есть, чтобы действительно знать ее полностью, не какие-то моменты или там только OpenRail, а действительно полностью. Перечитаю раздел стратегии, ну, не раздел, а первые три. Вот. И тогда уже буду пробовать дальше катать, буду пробовать добраться до NL5, до NL10, ну, и дальше. Вот. Если вдруг кому-то будет интересно, получилось, у меня не получилось, вот, я буду, наверное, ну, не знаю, раз в недельку, наверное, отписываться у себя в блоге по результатам, что вообще происходит, как происходит, вот, ну, и так далее. Ну, и как бы, скажем так, чем это все закончится. Вот. Ну, на этом, наверное, все. Еще раз спасибо всей команде, которая, как бы, занималась подготовкой этого курса, вот. Мне все очень понравилось, вот. Ну, и всем удачи. Пока. 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 Пока.